Здравствуйте, меня зовут Александр. Урок географии. Тема сегодняшнего урока Австралия. Географическое положение, история открытия, рельеф и полезные ископаемые. Австралия является самым маленьким материком на земле. Ее крайними точками являются с севера мыс Йорк, с востока мыс Айрон, с юга мыс Саутпойнт и с запада мыс Стиппойнт. Положение материка относительно основных параллелей и меридианов. Практически посередине Австралия пересекается южным тропиком. По отношению к экватору Австралия расположена целиком южнее, по отношению к нулевому меридиану целиком восточнее. Полярные круги Австралию не пересекают. С севера Австралия омывается Тиморским и Арафурским морями Индийского океана, с востоком Коралловым морем Тихого океана, с юго-востока Тасмановым морем Тихого океана, с юга и с запада Индийским океаном. В целом береговая линия Австралии изрезана достаточно слабо. Только на севере глубоко вдается в сушу залив Карпентария. Вдоль северо-восточного побережья Австралии тянется крупнейший на земле Коралловый риф, который называется Большой Барьерный риф. Поговорим немного о истории исследования Австралии. Первым из европейцев берегов Австралии достиг голландский путешественник Вильям Янсон. Спустя 10 лет после этого другой голландский путешественник по имени Абель Тасман доказал, что Австралия является единым массивом суши. В 18 веке английский путешественник Джеймс Кук исследовал восточное побережье материка и пришел к выводу о том, что Австралия является самостоятельным материком, а не частью более крупного южного материка. Поговорим про рельеф Австралии. Так же как и Африка, Австралия входила в состав единого южного материка под названием Гондвана. Поэтому основные характеристики рельефа этих материков схожи. В Австралии также нет длинных и высоких горных сооружений. Высочайшая точка материка, кора Костюшка, имеет высоту всего 2228 метров и расположена на юго-востоке материка в австралийских Альпах. Большая часть Австралии, так же как и большая часть Африки, занята равнинами. Однако, в отличие от Африки, низменные равнины здесь расположены не только по окраинам материка, но и в центральной части. Практически вся западная часть материка занята западно-австралией. В австралийским плоскогорьем и стоя около 500 метров, которая плавно переходит центральную низменность и стоя примерно 200 метров. Восточная часть материка занята невысокими полуразрушенными горами под названием Большой водораздельный хребет. Теперь немного о полезных ископаемых Австралии. Поскольку большая часть Австралии сложена кристаллическими породами, там преобладают рудные полезные ископаемые. В первую очередь это железные и алюминиевые руды. Помимо них, также встречаются полиметаллические руды, где главными металлами являются свинец и цинк. Также в Австралии добывают золото. Из нерудных ископаемых достаточно велики запасы каменного угля на юге-востоке материка, а на северо-западе разведаны месторождения нефти и природного газа. Теперь к выводам. Австралия – это самый маленький материк на Земле. Она целиком располагается в южном и в восточном полушариях. Большая часть Австралии занята равнинами. Город встречается лишь на востоке и на юго-востоке материка, где и расположена высочайшая точка материка – гора Костюшка. Из полезных ископаемых преобладают рудными, из нерудных ископаемых важнейшим является каменный уголь. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.